Спонсор выпуска новостей – кредитный потребительский кооператив «Надёжные сбережения». Сынок, не найдёшь ничего. Все деньги храним в надёжных сбережениях. Сберегательная программа «Пенсионные». Ставка 11,7% годовых. Звоните 99-01-36. Будут выступать без флага и гимна. Исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от Олимпиады и чемпионатов мира. Об этом и многом другом поговорим в выпуске. Время новостей на телеканале «Саратов-24» в студии Полина Попенец. Здравствуйте. И вот о чём пойдёт речь. Новые рабочие места и хорошая зарплата. 95% работают жители Балаков. Вот вам пример. В Балакове готовятся к расширению. На нескольких заводах увеличат мощности и возьмут новых сотрудников. Смотрят на улицу через дыру. Я каждый день просыпаюсь и думаю, господи, слава богу, я ещё проснулась. В заводском районе аварийный дом рассыпается на глазах у жильцов. Необычная карета для Золушки. Художники хотят чего-то необыкновенного. В театре юного зрителя показали, как делают декорации. Какая температура за окном ждёт Саратовцев во вторник, 10 декабря, на романа «Чудотворца». Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Готовятся к расширению. Речь о Балаковских заводах. Сразу на нескольких предприятиях увеличат мощности. Об этом рассказали Вячеславу Володину. Спикер Госдумы посетил производство и пообщался с рабочими. Специалисты в основном местные. И скоро трудоустроят ещё порядка 6 тысяч человек. Роман Базан узнал, какие ещё изменения ждут балаковцев. Завод по производству гидротурбин. Свой визит Вячеслав Володин начал именно с этого предприятия. Его, кстати, стали строить 6 лет назад по инициативе спикера Госдумы. А уже в середине этого лета здесь начались работы по производству. Экскурсию провёл директор завода. По словам австрийца, компания производит компоненты гидротурбин не только для Саратовской электростанции. Заказы приходят со всей страны. На производстве трудится порядка 100 человек. Средняя зарплата около 60 тысяч рублей. Почти все – балаковцы. У нас 95% местные люди здесь работают специалисты. Поняли? А у нас на дорогах Саратовской области, которая сейчас практически федеральная, всё больше работают мигранты. А вот вам совместные предприятия. 95% работают жители Балаков. Вот вам пример. Вот такое предприятие надо поддерживать, развивать, расширять. Местных специалистов ждут и на другом балаковском заводе – металлургическом. На предприятии готовятся запускать очередное производство, рассказали спикеру Госдумы. В ближайшем будущем здесь понадобится порядка 6 тысяч рабочих. Уширение производства в два этапа, плюс создание здесь большого автокомбината. Вторую очередь запустят уже через три года. То, что это будет одно из крупнейших производств в области, Вячеслав Володин не сомневается. По его словам, такому заводу региональные чиновники должны помогать. Необходимо решать проблемы с инфраструктурой в районе. Создавать условия для инвестирования в Саратовскую область. И самое главное – есть источник. Потому что принято решение, в рамках которого на федеральном уровне мы разрешаем регионам, имеющих задолженности перед федеральным бюджетом, 50% платежей направлять не на закрытие этих задолженностей, не на взаиморасчеты, а направлять на создание инфраструктуры новых производств, которые будут создаваться в регионах. Уже после посещения завода Вячеслав Володин анонсировал еще одну масштабную стройку. В городе Атомщиков восстановит местный аэропорт. Он давно заброшен. Воздушную гавань спикер Госдумы уже осмотрел. Работы начнутся в следующем году. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. С видом на улицу. В одной из квартир на Хомяковой разрушилась стена. И теперь хозяйка квартиры не может принять душ. В полу образовалась большая дыра. Через нее в квартиру постоянно забираются кошки, а однажды в дом проникли бомжи. Жильцы неоднократно обращались к чиновникам, ведь дом признали аварийным два года назад. Анна Заболуева знает, когда переселят людей. Вот видите, да, дыра? А теперь мне починили так трубу. Через эту дыру можно увидеть не только свет, но и гуляющих по улице соседей. Такую картину ежедневно наблюдает жительница дома номер 21 по улице Хомяковой. Надежда Макарихина говорит, в стене ее ванной комнаты кирпичи вываливаются. Дыра настолько большая, что иногда через нее заходят непрошенные гости. Пришла, открываю дверь и обалдела. У меня вот здесь вот на кухне сидят два мужика. Просто два мужика. Вот. Начала им предъявлять то, что я могу написать на них заявление. А они мне в наглое. А что, говорит, ты будешь писать-то? Здесь все открыто. Мы не приникали к тебе в жилище. Мы зашли просто в открытую дыру. Вот и все. Дом начал разрушаться несколько лет назад. Женщина говорит, раньше заделать дыру помогали соседи. Но эта весной часть стены и вовсе обвалилась. Вместо того, чтобы все исправить, рабочие поставили подпорки и ушли. Больше их жильцы не видели. Вчера я вышла, были кирпичи. А сегодня я выхожу, они уже вон, несколько кирпичей выпало. То есть это, ну, я так считаю, что, ну, каждый день они потихоньку все равно сыпятся. Потому что, ну, не знаю, дыра все больше и больше в глубь уходит. Я боюсь вообще здесь жить. Боюсь ложиться спать. Я каждый день просыпаюсь и думаю, господи, слава богу, я еще проснулась. То есть я думаю, что однажды я просто не проснусь. Жить в таких условиях саратовцы боятся. По стенам идут трещины. Дом в ветхом состоянии. Его, кстати, признали аварийным еще в 2017 году. По планам чиновников расселить людей обещают до конца 2025 года. Здесь уже гражданам поможет непосредственно администрация муниципального образования города Саратов. Которая для граждан, проживающих там в такой тяжелой ситуации, должна предоставить жилые помещения маневренного фонда. В настоящий момент людям нужно просто набраться терпения и ждать. Через эту дыру видны не только квартиру на первом этаже, но и трубы с водой и канализацией. И как только начнутся морозы, дом останется без коммуникаций, а жильцы попросту замерзнут. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Посчитали фонари. В Вольске энергетики провели рейд по городскому освещению. В районном центре насчитали более 2000 светильников. Не все они оказались в рабочем состоянии. Кстати, специалисты рассказали, что у фонарей могут быть разные собственники. Одни исправно следят за своим имуществом, а другие их лишь монтируют. Причем не всегда с соблюдением норм. Станислав Жижин тоже узнал, сколько работающих фонарей на улицах Вольска. Там фонарь работает, улица освещается. Здесь соседние опоры, фонарь уже не работает. Люди не разбираются, энергосервисный контракт это или нет. Они просто направляют заявку в администрацию. Какой фонарь, чей именно, знают лишь специалисты. Вооружившись планами Вольска с указанием всех светильников, представители «Саратов Энерго» отправились в рейд ночью, чтобы точно увидеть неисправность. Центральные улицы Вольска, освещение в норме. Всего по городу установлено порядка 2050 фонарей. Они обслуживаются в рамках контракта с «Саратов Энерго». Представители компании за своим имуществом следят. Подобные рейды устраивают регулярно. В ходе рейда выявлялись такие световые приборы по первичным признакам, которые похожи на большую кустарную установку. В большинстве случаев именно они выявлялись не горящими, не относящимися к нашему энергосервисному контракту. Решать вопрос с такими светильниками должны их собственники. Специалисты в этом случае имеют ограниченные полномочия и возможности. Тем не менее, жители, оказавшись в темном переулке, первым делом винят энергетиков. Мы не можем отвечать за те светильники, которые не в рамках нашего энергосервисного контракта. Мы не знаем, где находятся такие светильники. Горят они, не горят и не можем за них отвечать. Они находятся вне зоны нашей компетенции. По освещенности улиц есть и свои стандарты. В небольшом городе допускается всего 5% неработающих фонарей. У «Саратов Энерго» эта цифра не превышает и одного. Из основных неисправностей – перегоревшие лампы, которые заменяются оперативно и в короткий срок. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, «Саратов-24». Сами делают сказку. Они своими руками могут создать карету для Золушки или еду, которая будет выглядеть как настоящая. В театре юного зрителя три цеха, где поэтапно делают декорации. В одном режут металл, в другом обшивают конструкцию фанерой, в третьем украшают. Надежда Новикова заглянула за кулисы тюгза и увидела, из чего получится спектакль «Наша Золушка». На самом деле карета Золушки – дело рук не феи, а сварщиков. По крайней мере, это касается декораций для спектакля театра юного зрителя. Вот так создают важную деталь для личного транспорта героини, которая потеряет туфельку. Декорации к новой постановке тюза «Наша Золушка» делали почти полгода. Придумал их художник Алексей Ватяков, а воплощали в жизнь сотрудники мастерских театра. На любом моменте, даже на моменте изготовления металлических конструкций, тоже нужно проявлять иногда смекалку такую, потому что специфическая все-таки вещь декорации, она всегда разная, и художники хотят чего-то необыкновенного. Анастасия Подо уже три года работает в театре юного зрителя. Она художник-декоратор. Анастасия успела приложить руку к созданию декораций таких спектаклей, как «Майская ночь», «12 стульев», «Буря» и другие. Говорит, ее профессии ей практически ежедневно преподносят сюрпризы, никогда не зная, что нужно будет создавать завтра. Всегда это сюрприз и почти никогда не повторяется. То есть вот я три года здесь работаю, одинаковых вещей я еще ни разу не делала. То есть каждый раз какая-то новая декорация, новый головной убор, новая бутафория, новый реквизит. Вот мы делали прям полностью праздничный стол на спектакль «Студенческие прощания в июне». Мы создавали прям полностью, прям вот натуральную, настоящую еду. Все прям думали, что… Никто не съел ничего? Нет, но хотели. А этот человек приводит декорации в движение одним нажатием кнопки. За пультом управления механик сцены. Он наизусть знает почти весь репертуар театра. На спектакле «Наша Золушка» работы у него будет немало. На сцене будет очень много декораций, и их уже начали устанавливать. Журналист профессия тоже достаточно интересная. Но на какой работе еще предоставится такая возможность посидеть в карете «Золушки»? Она, правда, еще не до конца доделана, но в этой постановке она будет очень необычная. Главная героиня сможет на карете даже улететь. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы. Телефон в Саратове 906-111. Думаете о будущем? Накопить, сохранить и приумножить на пенсию, отдых, образование, покупку или ремонт. 16 лет нам доверяют. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Здравствуйте. 7 января ДК России в исполнении солистов легендарных «Виа», «Ариэль», «Синие птицы», «Добрый молодцы» и других прозвучат любимые песни. Пробуждая воспоминания о первой любви и нашей молодости. Есть примета. Как проведешь Рождество, таким будет весь год. Так создайте себе хорошее настроение. Приходите. Телефон 915445. Ну а во вторник, 10 декабря, на романы чудотворцев. Маркси, Балашови, Хвалынске, Алгаи, Перелюбе и Балакове. Облачно. Кое-где возможен небольшой снег, дождь и туман. Ветер юго-западный порывистый. Днем до плюс одного, а ночью до минус четырех. Партнер прогноза погоды – мягкая мебель «Комфорт плюс Энгельс». Подпишитесь на инстаграм «Комфорт плюс нижние подчеркивания Энгельс» и получите скидку. Адрес – улица Марины Росковой, дом 9, второй этаж. В Саратове и Энгельсе пасмурно-сыро и тоже туманно. Температура днем до плюс одного, а ночью до минус одного. Атмосферное давление – около 759 миллиметров ртутного столба. В первые дни недели – тепло и слякотно. К концу, как обещают метеорологи, зима вновь вернется. По приметам. Если заяц в пятнах, то зима будет мягкая. А в Секонд-хенде «Вова» скидки от 10 до 50 процентов. И полное обновление товара каждую неделю. Адрес – город Энгельс, проспект Строителей, 8А. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся. Секонд-хенд «Вова». Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новую одежду приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин «Вова». А почему магазин «Вова»? Детям купили стильные вещи, таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило мне на платье, мужу на свитер. Магазин «Вова». Еще думаете. Проспект Строителей, 8А. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. В России появится новый сервис. С его помощью пользователи портала Госуслуг смогут создавать электронные договоры купли-продажи автомобилей. Как пишет газета «Коммерсант», в них будет указана информация о покупателе, продавце и машине. Для подтверждения подлинности документа стороны обязаны будут поставить электронные подписи в личном кабинете. По мнению создателей новой услуги, оформление сделок станет безопаснее и быстрее. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от международных соревнований. В их число входят Олимпиады и чемпионаты мира. Решение будет действовать 4 года. Об этом сообщает российская газета. Чистые спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга, будут допущены до стартов, но только в нейтральном статусе. То есть будут выступать под олимпийским флагом. Такое уже было на Олимпиаде в Пхенчхане. На Сахалине готовятся к спасательной операции. Буксир «Вега» выбросила на мель в угольном порту Шахтерска. Как сообщает ТАСС, судно застряло в 10 метрах от берега из-за сильного ветра. На борту буксира находятся 4 человека, никто из них не пострадал. Судно не повреждено, разлива топлива также нет. На помощь судну пойдут еще два буксира. Планируется, что «Вегу» снимут с мели во время прилива. На МКАД заметили горящую иномарку. Несмотря на это, автомобиль продолжал движение. Автомобилисты решили помочь водителю и попытались остановить машину. В результате происшествия никто не пострадал. На место вызвали полицейских. Оказалось, что за рулем горячего авто находилась пьяная женщина. На водителя составили административный протокол. Платят минималку или черными? Пиши в редакцию. Информационное агентство «Саратов-24» запускает акцию «Нет черной зарплате». Журналисты предлагают поделиться своей историей о нарушении трудовых прав. Письма можно присылать на электронную почту infosobaka.saratov24.tv. Мы будем отправлять запросы в трудовую инспекцию, полицию и прокуратуру. Без указания ваших данных. Это позволит как минимум привлечь внимание к проблеме, а как максимум решите. Кстати, по данным аналитиков, до 35% жителей области получают заработную плату в конвертах. А 13% и вовсе никогда не работали официально. И еще об одной акции, которую также проводит информационное агентство «Саратов-24». Показала, как нужно побеждать. Саратовская спортсменка Кристина Шаяхметова – претендент на звание «Человека года». Наша съемочная группа встретилась с пловчихой на областном чемпионате по плаванию. Девушка показала, как готовится к соревнованиям. Спортсменка плохо слышит и общается языком жестов. Но это не мешает ей побеждать. Павел Фитерев узнал, о чем мечтает чемпионка. Чтобы общаться со своими подопечными, Игорь Аширов изучил язык жестов. С Кристиной тренер работает всего год. К нему она попала, уже будучи призером сурдолимпийских игр и чемпионкой Европы. У спортсменки проблемы со слухом. Но она не уступает по подготовке другим ребятам, отмечает тренер. У нее очень сильный характер такой. Она морально устойчивая. Поэтому с ней не так сложно, можно сказать, заниматься. Она очень целеустремленная. Мечтает стать олимпийской чемпионкой. Пока что она второй была, но мечтает быть первой. Перед стартом небольшая разминка. Кристина Шейхметова готовится к заплыву наравне со всеми. В конце года в Саратове проводит чемпионат области по плаванию. На одну дистанцию выходят ребята, как здоровые, так и с нарушениями слуха. Девушка уже имеет почетное звание, заслуженный мастер спорта России по плаванию. После областных соревнований Кристина будет готовиться к отбору на чемпионат мира для спортсменов с нарушением слуха. Вы знаете, есть такая пословица среди плавцов. Говорят, для того, чтобы плавать, надо много плавать. Высокие нагрузки, конечно, целью и стремленности. Ну и здоровье дает, потому что ребята сами видели какие. Кристина Шейхметова борется еще и за звание Человек-года. Акцию проводит информационное агентство «Саратов-24». Пока на ее счету больше 300 голосов, но это только предварительные результаты. Итог станет известен в конце декабря. Павел Фитилев, Олег Буланов, «Саратов-24». До Нового года еще три недели, а Дед Мороз в «Саратов» уже приехал. Правда, всего на пару дней. Он поздравил детей с наступающим праздником и пригласил их к себе в резиденцию. А вот елку не зажег, ее еще не украсили гирляндами. Кому-то даже повезло сделать селфи с главным новогодним волшебником из Великого Устюга. Визит Деда Мороза в наш город мы оставляем без комментариев. Дед Мороз! Дед Мороз! Новый год – любимый мой праздник. Я люблю ходить на такие праздники. Этот день не бывает не каждый день, поэтому это день особенный. Необыкновенная встреча Деда Мороза – необыкновенное начало Нового года. Дед Мороза – необыкновенная встреча Деда Мороза – необыкновенная встреча Деда Мороза. Да, это был Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Спонсор выпуска новостей – кредитный потребительский кооператив «Надежные сбережения». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok